Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Без кипятильника в радиаторе. В Губкинском ведут борьбу с любителями поставить автомобиль ночью на электроподогреве под окнами дома. На улице Чистого дворах нет. Сургутяне подвергли критике зимнюю уборку города. Сделали выводы коммунальщики. Тайное становится явным. В Ишимском районе лесничие с помощью квадрокоптера выявили группу осенизаторов, сливающих жидкие отходы прямо в лес. Кундюбки, равиоли и посекунчики. В Тобольске стартовал фестиваль пельменей. Чем раньше диагностируют заболевание, тем проще его лечить. В Нефтьюганске новорожденным детям сейчас доступны тесты, позволяющие выявить 36 врожденных или наследственных заболеваний, среди которых, например, спинально-мышечная атрофия и первичный иммунодефицит. Исследования проводят за счет средств Фонда медицинского страхования. Продолжит корреспондент телекомпании «Седьмой канал» Рузанна Гладкова. Микаэлю всего третьи сутки. Родился весом 2,850. Пошел в папу. Худенький, темноволосый и спокойный. Сейчас пойдем кушать. Беременность у Эльвиры Осиповой протекала хорошо. Роды тоже прошли без осложнений. Наследственных болезней в семье нет, но Эльвира все же решила сделать малышу неонатальный скрининг. Это отличная возможность для будущих родителей на ранних этапах узнать о таких тяжелых заболеваниях. Тем более это абсолютно никак не вредит ребенку. Небольшой уколчик в пяточку. Это абсолютно новый шаг в развитии детского здравоохранения в стране. Если раньше тест делали на пять редких генетических заболеваний, то с этого года список расширен до 36 маркеров. Это муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гипотиреоз. Заболеваний много, все они достаточно редкие, но проявления их очень тяжелые. Иногда приводят к инвалидизации, даже летальным исходам. Если их своевременно не выявить и не начать лечить. И семь, и восемь, и одиннадцать. Теперь тест позволяет выявить ей спинально-мышечную атрофию. Это болезнь, при которой генную терапию необходимо начать, пока ребенку не исполнится двух лет. Югорчане хорошо знают историю юганского смайлика Ульяны Александровой. Страшный диагноз ей поставили в полтора года. Деньги на лечение собирали всей страной. И спасительный, дорогостоящий укол ей сделали практически в последний момент. Это хорошо, что сейчас начали вот эти все скрининги делать. То есть это гораздо лучше, чем вот так вот сидеть и не знать, ребенка есть или нету этого диагноза. А потом вот так вот хвататься и, грубо говоря, бояться каждого дня то, что у ребенка будут ухудшаться все его способности. С начала года исследования уже провели 72-м новорожденным нефтеюганского региона. Доношенным младенцам скрининг делают на вторые сутки, недоношенным – на седьмые. Процедуру еще называют «пяточным тестом», потому что анализ крови берется из пятки. Капельки наносятся на специальные тест-бланки. Далее эти тест-бланки просушиваются в течение нескольких часов и уже незамедлительно отправляются далее в медико-генетическую лабораторию города Сургута. Там проводится часть исследований. Остальную часть проб, материала, направляется уже в город Екатеринбург в специализированную лабораторию. Результаты приходят уже через несколько дней. Ранняя диагностика позволяет начать лечение как можно раньше. А значит, избежать тяжелых осложнений в будущем и сохранить еще больше детских жизней. Розана Гладкова, Максим Акимов, Седьмой канал. К другим темам. На Ямале в Губкинском больше года действуют новые правила благоустройства. По ним запрещено размещать и эксплуатировать провода для подогреба автомобилей на фасадах жилых домов. Причина – высокий риск пожаров. А ведь на севере такая практика существует десятилетиями. Поставил машину под окно, воткнул провод в подогреватель в радиаторе и есть шанс на уверенный утренний запуск. Как сделать подогрев законным и что грозит за несоблюдение правил, разбиралась корреспондент телекомпании «Вектор» Алла Ислаева. Хрупкая девушка с телефоном не блогер, а специалист администрации в рейде. Ее цель – проверить, как горожане ставят транспортные средства на подогрев. Висящие из окон провода – бомба замедленного действия. Жертвой может стать не только автомобиль, но и жилой дом. Использование удлинителей сетевых фильтров, не отвечающих требованиям электроприбора, который установлен на автотранспортном средстве. Соответственно, провода перегреваются у нас и случается пожар и короткое замыкание. Сетка из проводов может стать препятствием для пожарной машины. Еще никто не застрахован от удара тока, если висящий из окна провод под напряжением. В этот раз в ходе рейда специалист администрации проверила шестой и седьмой микрорайоны. Такие осмотры планируют проводить еженедельно. Мы фиксируем факт правонарушения, фиксируем обязательно госномер автомобиля, чтобы найти нарушителя. Поиском владельцев занимаются в ГИБДД. После передают сведения в прокуратуру. Предусматривает нарушение правил благоустройства в виде денежного взыскания для граждан. То есть штрафа в размере от 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. Подогрев автомобиля электрическим кабелем возможен в специально отведенных местах. Решение об его обустройстве собственники должны принять на общем собрании. Для этого требуется обратиться в управляющую компанию за техническими условиями, а затем в специализированную организацию, которая обустроит стационарную точку электроснабжения. Оплата производится за счет собственников. В зависимости от стоимости владельцы будут принимать решение, готовы ли они такие деньги потратили или не готовы. Это уже будет зависеть потом от этого. Также автолюбители могут рассмотреть альтернативные способы предпускового подогрева двигателя. И тут горожане делятся на два лагеря. Муж пользуется. Конечно, нужная вещь. В нашем суровом климате без этого никак. И плюс, если нет вебасты, или как она называется, от ключа, чтобы заводить, то без этого никак. Плохо у меня вебаста стоит. Альтернативы-то у людей нет. Потому что автономные котлы, ну, подобие вебасты, когда сильный мороз, там есть дополнительная помпа, она просто прокачает жидкость, не может, и он не срабатывает. Поэтому, я не знаю. Ну, либо как-то, чтобы гнезда выводили, ну, уже профессионально. Тема непростая. Подогрев автомобиля в условиях Крайнего Севера – необходимость. Но при этом каждый автовладелец должен помнить о безопасности как своей, так и окружающих. Алла Ислаева, Данила Индюков, Александр Серебренников, Никита Мищенко. Телерадиокомпания «Вектор». В прошлую зиму жители Сургута подвергли резкой критике в соцсетях уборки улиц города от снега. Администрация выводы сделала. И этой зимой начала рублем наказывать подрядчиков за некачественную очистку. И поток жалоб действительно пошел на спад. Но полностью не иссяк. Подробнее корреспондент телекомпании «СургутинформТВ» Максим Щербаков. Чиновники и дорожники успешность работы оценивают просто. По количеству жалоб. Чем меньше сургутян написали о некачественной уборке снега в администрацию или сразу в департамент городского хозяйства, тем эффективнее работа подрядчиков. Статистика подтверждает. Анонсированные еще весной прошлого года новые подходы к очистке города сработали. Одна из самых распространенных жалоб жителей – непроходимые внутриквартальные проезды. Очищать их от снега зачастую мешают припаркованные автомобили. Порой искать владельцев авто, которые создают помеху технике, приходится чуть ли не с участковым. В администрации проблемы подрядчиков понимают, но от ответственности не освобождают. Взял участок – работай и решай свои проблемы сам. А не то заплатят меньше. Достаточно большое количество внутриквартальных проездов у нас не чищено. А если и почищено, то в последующем не содержится в надлежащем виде, за что подрядчик неоднократно наказывается. Делятся подрядчики и еще одной, к сожалению, ежесезонной проблемой. Очистки города, особенно во время снегопада, систематически мешают сургутяне-водителям. Задержка на одном участке – сугробы на следующем. Во время и после снегопада в Сургуте одновременно работает более 80 единиц техники. После выпадения осадков город должны очистить в течение суток, на то, чтобы вывести собранный снег срок до 7 дней. В администрации уверяют, что в реальности промежуток гораздо меньше. Пристальное внимание к центральным и так называемым въездным улицам, по которым в город приезжают со стороны Нефтьюганска, Нижневартовска и аэропорта. По таким дорогам мы допускаем, что это должно быть сутки, максимум двое. Но трое суток – это уже мы бьем в колокола. Когда? Аналогичная ситуация по центральным дорогам. Есть периферийные улицы, там допускаем до 6-7 дней, но это опять же крайний случай. Сообщать о нарушениях при уборке снега призывают в мэрии Сургута. Обратную связь с жителями держат через сайт администрации. Также можно напрямую написать в департамент городского хозяйства или дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Это Большая область, мы продолжаем, и вот что вы увидите далее. Тайное становится явным. В Ишимском районе лесничие с помощью квадрокоптера выявили группу осенизаторов, сливающих жидкие отходы прямо в лес. Кундюбки, равиоли и посекунчики. В Тобольске стартовал фестиваль пельменей. Губернатор Тюменской области Александр Мор принял участие в торжественном открытии столовой в Твику. Это первый готовый объект программы капитального строительства. В рамках соглашения между Минобороны России и правительством региона. Проект реконструкции Твику рассчитан на несколько лет. Мы гордимся Твику и сделаем все необходимое для того, чтобы здесь были созданы современные, комфортные, достойные условия для получения военного образования, потому что учатся здесь курсанты со всей страны. Более того, в дружественных странах военное образование Твику высокооценится. Здесь также проходит обучение иностранных курсантов. В новой столовой есть все необходимое для питания курсантов. Три зала, высокотехнологичное оборудование и разнообразное меню. При строительстве мы использовали современные энергоэффективные материалы и технологии, которые в дальнейшем позволят значительно уменьшить затраты на эксплуатации зданий и сооружений. Сегодняшнее мероприятие нанесет максимальное значение. Питание курсанта – это его настроение, а настроение – это его желание учиться, получать знания. Кроме столовой здесь построят новое общежитие, казарму и большой спортивный блок. Продолжаем выпуск. В Ишимском районе лесничий, оглядывая окрестности с помощью квадрокоптера, заметил, что некий недобросовестный осенизатор сливает жидкие бытовые отходы прямо в лес. Видимо, так понимают этот бизнес некоторые водители осенизаторских машин. Откачал септик коттеджи, получил деньги с хозяева, а на станцию откачанное не повез, открыв слив цистерны в ближайшем леске. Подробнее корреспондент Тюменской слуги новостей Оксана Павлова. Это съемки сброса жидких бытовых отходов в лесу. Правонарушитель обнаружил квадрокоптер. Аппарат способен подлететь к объекту достаточно близко, чтобы зафиксировать даже номер машины. В Ишимском лесничестве техника служит уже второй год и стала незаменимым помощником. Лесничие берут ее в каждый рейд. Патрулирование осуществляется каждый день, даже без выходных. То есть по приказу департамента есть определенные графики, маршруты. Мы знаем примерно пять мест. На данный момент зимний период времени не везде могут проехать. И где-то два места мы точно знаем. То есть люди ездят туда как себе домой, скажем так. С помощью коптера ловят и черных лесорубов, и поджигателей. Летом контролируют пожары. Недобросовестные осенизаторы тоже попадаются на камеру. В прошлом году зафиксировали пять случаев. За январь этого года уже три. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается, отнекивается, отказывается от того, что они не нарушали. Это не когда предоставляем видеофиксацию, показываем на месте то, что они сделали. Они сразу же меняют свое мнение. Владельцы и водители частных осенизаторских машин должны сливать жидкие бытовые отходы на очистные сооружения. За один куб утилизации и нечистот они платят 94 рубля. А сливая, к примеру, 10-кубовую цистерну в лесу, они экономят почти тысячу рублей. Правда, штраф за такое от 5 до 10 тысяч рублей. Плюс временный запрет и лишение лицензии на осенизаторскую деятельность. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей. Необычный лечебный продукт олень и гематоген начали выпускать на Ямале. Предприниматель, который наладил это производство, заметил то, что давно известно тундровикам. Оленья кровь помогает значительно быстрее затягиваться ранам. Но далеко не у всех, кому это нужно, есть возможность поехать в тундру. И олень и гематоген для таких людей продукт весьма востребованный. Подробнее корреспондент телекомпании «Ямал» Руслан Акчулпанов. Предприниматель Андрей Колесников намерен производить новый для Ямала продукт гематоген. Основным компонентом сладкого лекарства станет кровь северного оленя. На первом этапе кровь замораживается до низких температур. И следующий этап в ближайшее время нужно будет ее подвергнуть сушке. И она уже в порошкообразном состоянии будет храниться в вакуумных пакетах определенное время. Андрей Колесников решил заняться производством гематогена, Исходя из личного опыта, он заметил, что потребление крови северных животных помогает быстрее зажить раном и восстановиться после травм. Олень и гематоген, как и обычный, также поднимают уровень железа в организме человека. За качеством продукции следят. Мы проверяем мясо на паразитов, проверяем кровь на вирусные заболевания. Это стандартная процедура для всех-всех. И все мясо подвергнуто экспертизе. Дальше севернее пойдешь? Или как? Нет, самое главное сначала охватить полностью вас. То есть мы же с вами уже целый год работаем. В этом районе, да? Да, да, да. Андрей Колесников покупает животных у ненцев, проживающих в лесах Пуровского района, недалеко от Таркасале. Закупочная цена 450 рублей за килограмм мяса. До конца февраля планируют заготовить 300 туш животных. 90 оленей сюда привезет одна только семья Алексея Пяк. Линей вот берешь количество, 20 голов, да, привозишь, то ты его продаешь и общим весом забирается все. Вот. И как бы и сына хорошая, и этот, ну, на рынке ты столько не продашь. Глубокой переработкой оленины предприятие занимается пятый год. Мясо, колбаса, тушенка. Всего несколько тонн разной продукции. Товары реализуют в магазинах. Школы Ямала поставляют мясные изделия. К концу года ассортимент пополнится и батончиками оленьего гематогена. Руслан Акшулпанов, Станислав Чекердин. Время Ямала. Таркасале. Кундюбки, равиоли и посекунчики. 18 тобольских ресторанов и кафе готовы удивлять посетителей разнообразием блюд. В городе стартовал гастрономический фестиваль «Пельменный съезд». Отведать пельмешков отправилась и корреспондент телекомпании «Тобольское время» Анастасия Терехова. Мы сперва раскатываем тонкое тесто, вырезаем квадратики. У нас татарские пельмени отличаются тем, что они не круглое тесто, а квадратные. Когда мы ложим начинку, начиняем и лепим, получается, в отличие от пельменей, сушками получаются, такие красивые пельмешки. Пять минут в кипятке и на тарелку обязательно со сливочным маслом. В семейном татарском кафе вкусно по-домашнему. Наши, во-первых, повара сохраняют традиции, рецепты, которые передались им от их мам. Мы готовим из разных начинок. Именно это говядина, курица говядина, дичеческая индейка, пельмени из местной речной рыбы, такой как щука. Ну и для гурманов, конечно же, есть пельмени из семги. Туристы из Нижегородской области, погуляв по Тобольску, с интересом впитывали национальный татарский колорит и угостились пельменями из щуки. Во-первых, очень необычно. То есть наши пельмени другие. Во-вторых, вроде думали, что рыбы нас не удивить. А оказалось, что можно. Вкус совершенно другой, вкус совершенно новый, интересный. Очень здорово, очень понравилось. Идею гастрономического фестиваля гости города тоже приняли на ура. Ведь пельмени – самое популярное блюдо сибирской кухни. Поэтому на две недели в Тобольске воцарился пельменный съезд. 18 ресторанов и кафе предлагают гостям не только пельмешки, но и оригинальные вариации на тему. Вость программы – это посекунчики. Посекунчики – это мини-пирожки с мясом. Подаются с двумя соусами. Мини-пирожки нужно аккуратно откусывать, потому что внутри они очень сочные. Внутри сок, да, чтобы не испачкаться, чтобы не обжечься, подуть. Вы можете попробовать. Но это же не пельмени. Но это одно из блюд, которое вот как раз мясо в тесте. В этом ресторане русской кухни в меню всегда несколько видов пельменей. Подаются со сметаной, горчицей и уксусом. Есть и вареники с брусникой на десерт. А для гурманов в ресторане авторской кухни приготовлены равиоли с уткой и овощной сальсой, а еще с рыбой и соусом тартар. Порадуют и кундюбки из квашенной капусты и фиолетового картофеля. Овощи исключительно тобольские от местных фермеров. Я стараюсь все-таки не уходить от более-менее такой сибирской, может быть, кухни. Хоть мы и Уральский федеральный округ, но мы Западная Сибирь и так далее. То есть все равно стараться показать хотя бы не полностью, конечно, блюда, но все равно многообразие наших продуктов. Пельменный съезд завершится 11 февраля большим праздником на Базарной площади, где будет сварено 10 тысяч пельменей. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Камлане и у костра. В необычном уроке приняли участие пятиклассники Тазовской средней школы. Они побывали в Ненецком чуме, сделали погремушку шамана и, самое главное, чуть ближе познакомились с традициями коренных северян. Слово корреспонденту студии «Факт» Анастасии Голановой. Идем, 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 идем! Солнце-мороз, обряд приветствия. Дети вместе с ведущей урока Валерии Гудман, она сегодня в образе шамана, двигаются вокруг костра. После обряд очищения огнем. Это один из главных и самых известных обычаев у коренных жителей севера ненцев. Считается, что перешагивая через пламя, человек освобождается от негатива. Камлане у костра – это серьезный ритуал, включающий в себя погружение в транс, общение с миром духов и исцеление. Обычно эти обряды в тундре проводят осенью и весной, получается. Осенью просят, чтобы зимой не было метели, не было холодно, а весной, чтобы не было грозы, получается. И солнце светило, и целое лето, получается. Сейчас мы подготовились уже к весне, получается. Далее школьники пробуют на вкус ритуальную еду. Щеку рассоленей кровью. Коренные северяне верят, что она очищает и омолаживает организм. Особенно кровь очень вкусная. Ну, очень вкусная. А сама знакома с традицией мельниц? Это вот я первый знаю, как мы там перепугивали, ну, перешагивали через огонь. И еще я знаю, направить голову оленя на восток. Участница урока Екатерина Харина тоже немного с ненецкими традициями знакома. Например, рассказывает, что у ненцев всю работу внутри чума выполняет женщина. Она запасает дрова, поддерживает очаг и готовит пищу. Мужчинам же запрещено прикасаться к шестам очага и заниматься какой-либо женской работой. Нет, я узнала это в школьном музее на кружке. А здесь тебе что больше всего понравилось? Через костер перешагивать. Какие ощущения были? Ну, я это делала впервые. Сначала боялась, что огонь попадет на обувь, но все прошло хорошо, аккуратно. Кусочки искусственной кожи, кофейные зерна и палочки. Все это понадобится сегодня школьникам для изготовления погремушки шамана. Она использовалась для музыкальных, обрядовых и целительных целей. Здесь классно, красиво. Здесь много людей. И можно классно развлечься, делать всякие игрушки. Что нового узнал? Ну, я узнал, как делать погремушку для тазовских детей, шаманов. Радостно. Было интересно, потому что раньше такого не видела. Сегодня здесь дети из творческого объединения «Ятазовчанин». Его посещают дети с пятого по седьмой классы. Там школьники изучают историю Ямала и традиции коренных малочисленных народов севера. А также проводят экскурсии и исследовательские работы, касающиеся родного края. У нас, ребятишки, есть экскурсоводческая группа, которая ведет экскурсии, тематические экскурсии. Но, в частности, наши детки любят проводить экскурсии, на которых рассказывают о шаманизме. Нравится ли нашим школьным музеям вам? Да. Музейный урок длился полтора часа. За чашкой горячего чая и вкусного печенья дети узнали много нового об обряде Камлане. Анастасия Голанова, Анатолий Чернышев, студия «Факт». Такое увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова